всем привет друзья вы в настоящем моменте сегодня приехал в торгово-развлекательный центр республика и хочу вам показать аэродинамическую трубу и полеты в ней рассказать сколько это стоит вы знаете я вспомнил последний раз мы здесь были с ладой и у нас спрашивали сертификаты для того чтобы мы могли здесь находиться представляете как меняются времена какие сертификаты сейчас кстати официально воз отменил пандемию буквально вчера я эту новость прочел вот сейчас по максимуму узнаю для вас цены но в основном на аэродинамическую трубу потому что ее раньше вообще не было здесь и еще монтировали и я уже в принципе нашел сайт на котором полная информация про цены на аэродинамическую трубу молодой человек консультировал по поводу полетов сказал что это гораздо круче чем прыгать с парашюта я ему не поверил но он мне аргументировал это тем что когда вы прыгаете с парашюта то вы летите всего 40 секунд свободном полете а здесь полет начинается от двух минут вот сама аэродинамическая труба вот так она выглядит такая стеклянная колба и туда вверх уходит в потолок у них можно записываться прям на сайте оплачивать и на время приходить и вас как раз в это время покатают так скажем видите сейчас никого нету видимо ожидают очередного клиента но он сказал что клиенты есть всегда так похоже у нас будет сейчас групповой детский залет смотрю группа ребят вот уже в форме специальных шлемах таких инструктор рассказывает детям как правильно летать так давайте по ценам посмотрим так здесь я читаю на сайте первое что предлагается у них это спробуй 1990 гривен две минуты один человек две минуты так насолоджися наслаждайся это уже практически 3000 2900 гривен это 4 минуты потом 6 минут с одного человека это уже 4000 смотрите каждые две минуты это 1000 добавляется 3 990 гривен за 6 минут и 8 минут вдвоем 8 минут вдвоем это почти 6000 5990 гривен это для взрослых я вам прочитал информацию здесь есть еще для детей для детей больше чем половину дешевле в общем один человек одна минута 790 гривен 2 минуты 1000 90 гривен ну и так далее это наверное обучение происходит пока парень привыкает еще один инструктор пришел просто так нельзя запускать мальчика его там будет крутить колбасить опасная штука а пока разворачивает понемножку может они вместе будут летать а они вместе полетели ух ты сейчас себе нормально я не успеваю камеру ворочат за ними так быстро они летают прикольно детям наверное без инструктора нельзя летать вообще все первый мальчик полетал так следующий готов этот выглядит более подготовленным чуть постарше смотрите руки расставляют как птица молодец сейчас его наверно отпустят и он полетит свободное плавание жаль не слышно голосов этих детей вот смотрите он почти сам летает у них специальные такие костюмы специальные шлемы на голове да дети конечно пока просто учатся интересно будет посмотреть на взрослого человека как он парит ну отпускайте давайте парня о полетел свободное плавание сам летает смотрите он наверно в шоке о его поймали это наверно страшно для ребенка я представляю я бы своего ребенка туда наверное не пустил ухты красиво красиво конечно но будет космонавтом явно сейчас его выбрасывают прямо в полете все человек аж колышется на ногах не стоит счастлив так друзья я понял здесь рядом с трубой сидит оператор который добавляет ветра вот на этого парня посмотрите он руководит ветром он добавляет больше меньше это важно потому что видите что случается если ветер недостаточно сильный или резко набирает туда может перевернуть человек кажется там что-то не складывается у этих у этой пары думаю детям разного возраста здесь очень интересно масса всяких развлечений аттракционов стоит очередь в кассу я хочу узнать может есть где-то расценки друзья но я сфотографировал цены сейчас вам здесь выставлю на экране можете посмотреть аттракционы название их и сколько стоит покататься еще один небольшой вид сверху здесь уже просто какой-то магазинчик прямо под куполом одежды висят на вешалках среди вот такой красивой атмосферы с какими-то пластиковыми цветами большими огромными бабочки огромные очень приятно вас смотреть не ожидал вообще серьезно мы тоже сегодня на детский день рождения приехали смотрю что-то знакомое спасибо что смотрите счастливого дня видите неожиданно кто-то меня здесь даже узнал вот отсюда заходят в область полетов здесь не только колба труба аэродинамическая здесь еще кафе есть хочу посмотреть просто рядом близко-близко как это происходит так здесь видите здесь можно даже посидеть на пуфиках и понаблюдать как летают вот сегодня мне просто повезло на одних детей конечно было бы интереснее если бы взрослые летали а труба-то высокая интересно может прямо вверх выйдут так по-моему появился один взрослый человек и ему очень трудно удержаться сразу сильный поток ветра интересно высоко он будет летать там внизу под ногами у них сетка вроде батута которая мягкая если упадешь то не ударишься ну давай птичка лети такое ощущение что они борются кто кого взрослые напомню от двух минут поэтому этот дядька летать будет дольше чем дети возможно его закинут повыше 2 минуты стоит две тысячи гривен дорогое удовольствие для того чтобы вот так вот попарить но если вы немножко умеете уже то наверно вам будет в кайф хотелось бы повыше конечно под самую крышу отпускай его давай что-то он не две минуты летал сейчас этот инструктор будет летать вместе вместе с ребенком скорее всего вера я тут услышал что детям от четырех лет можно участвовать вместе с инструктором в этих полетах смотрите сейчас он будет с ним летать вместе чуть-чуть отсвечивает у меня сейчас пойду издалека снимать друзья хочется подснять немножко со стороны но труба стеклянная на отсвечивать не получается у меня в принципе здесь сегодня в основном только дети летают красиво получается только с инструктором ну что друзья думаю с трубой мы уже все поняли дети от четырех лет 800 гривен за минуту у детей и от двух тысяч гривен за две минуты у взрослых такая цена покататься на трубе я поставил свою машину на парковку здесь под внизу под этим торговым центром я посмотрел на часы первый час там было бесплатно теперь уже все я больше часа здесь сижу и у меня уже 30 гривен будет снято то есть мне придется заплатить поэтому друзья я еще немножко здесь уже теперь у меня есть целый час похожу попью кофе сейчас найду где-нибудь кофейный уютный ресторанчик видите этот огромный фудкорт на первом этаже это магазинчик который вам показывал магазин одежды вот сверху я на него смотрел вот девушка меряет хочет купить себе джинсы кстати сейчас такая мода пошла на широкие свободные джинсы и штаны как раньше были бананы вот в моей молодости сейчас и взрослые и молодые люди носят это но это как кому идет так посмотрю что здесь можно попить но здесь в основном можно поесть нет конечно кофе тот тоже продают в этих ресторанчиках но так много людей что я просто теряюсь здесь а когда я сюда шел поднимался из паркинга то я видел там такой аппарат стоит самообслуживание кофейный он принципе неплохо делает кофе там никого нету тихо и спокойно нету никаких очередей возможно я возьму и там попью себе куплю кофеек потому что здесь то принципе и присесть даже негде посмотрите сколько сегодня людей воскресенье 7 мая 2023 года я не сказал друзья все заполнено людьми сегодня на улице плюс 11 приблизительно прохладно ветерок люди все пошли в помещение здесь комфортно вот здесь на одном из выходов внизу есть кофейный аппарат так почему именно здесь потому что здесь должно быть дешевле чем там в ресторанчиках которые находятся в центре возле купола там минимум 55 гривен стоит кофе а здесь мы сейчас с вами узнаем а по качеству кофе здесь не должен быть хуже потому что все зависит от зерен во первых во вторых и там и здесь все готовят все равно автомат так что если здесь будет стоить 35-40 гривен то это уже экономия а это выход в парковку подземную кстати автомат не на каждом выходе я вам покажу вот этот синий код шестой выход здесь есть автомат можно узнать цены вот на этом экранчике видите тут все написано что почем я например пью американо с молоком 27 гривен представьте насколько дешевле это в половину дешевле чем в ресторанчиках и я уже говорил здесь не хуже кофе чем может быть там так что давайте я возьму себе американо с молоком сейчас должно уже а она просит меня оплатить я забыл сейчас одну секунду друзья это же у нас так техника на грани фантастики я всегда когда плачу вот так вот телефоном я думаю нему в будущем живем уже все будущее настало дальше некуда просто а мы все воюем и воюю так друзья я оплатил свою парковку вышел в паркинг и здесь дупля не сложу куда мне идти дальше приблизительно я конечно сфоткал вот сфоткал знаки которые нужно мне ну возле которых машина но как эти знаки теперь найти я просто наугад сейчас иду тут достаточно темно но я запомнил тут одну а примету возле меня как бы огромный генератор там стоит возле моей машины вот точно я вышел на этот генератор вон там стоит машина моя и поэтому генератор я как раз ее и нашел вот этот зеленый видите он как ориентир советую вам фотографировать все эти надписи на столбах потому что ну блин тут новую сломать огромная парковка будете даже не знать какую сторону вам идти по идее я проплатил во время то есть еще не прошел мой оплаченный час два часа я провел здесь в республике и вот один час бесплатно во второй час так открыла видите сначала было закрыла потом посмотрела этот заплатил пропускаем его но отлично все я выезжаю можно фары потушить с внешней стороны не снял республику вот напоследок снимаю как выглядит корпус республики а вот дальше жилой комплекс тоже республика называется вот он такой ультра современный все в этой полосе мне нормально ехать сейчас я выйду на теремки к метро там развернусь на мосту и уже будет в днх рядом спасибо всем за внимание надеюсь это видео было интересным и полезным для вас особенно благодарю спонсоров нашего канала за финансовую поддержку это позволяет нам чаще выпускать видео на разные темы прощаюсь с вами до следующего выпуска с надеждой на то что уже скоро очень скоро наступит мир и все мы сможем вернуться к нормальной счастливой жизни субтитры сделал DimaTorzok